Хорошо, друзья, меня зовут Александр Довалин, я преподаватель клуба УМРУ. Я очень рад, что мне удалось добраться к вам в Самару, благодарю вас, что вы пришли. Сейчас я хотел бы поговорить о том, что же такое йога с позиции современного человека, то есть что из себя представляет йога, что она нам дает, и как в классическом понимании йога выглядит. Давайте, пожалуй, начнем с того, как йога интерпретируется в своем классическом варианте. Самая известная интерпретация — это йога с утра Патанджали. То есть слышали наверняка, да? Был такой мудрец Патанджали, который, кажется, во II веке на Шире записал, свел воедино знания о йоге и классифицировал ее как восьмиступенчатую аштангу, то бишь йогу, состоящую из восьми ступеней, последовательных путей развития человека. Когда мы с вами занимаемся асанами на коврике, это соответствует третьей ступени. То есть асана — это третья ступень в йоге. Но до нее считается, что есть еще две. Первая и вторая — яма и нияма. Это яма и нияма. Кто ничего не слышал про яму и нияму? Есть кто-нибудь? Или все уже в курсе, да, про яму и нияму? Это очень хорошо. Почему это важно? Потому что яма и нияма представляют из себя этическо-нравственные, так называемые, основы йоги. То есть какие-то рекомендации, предписания для того, чтобы человеку, который занимается саморазвитием, иметь какую-то основу под собой. То есть когда человек занимается какими-то практиками, он от этих практик что-то получает. Как правило, какую-то энергию, какой-то опыт, что-то еще. Или чтобы он мог этот опыт использовать во благо, так сказать. Ну, как минимум, не причинить вред ни себе, ни другим. А в идеале направить его наоборот, на свое развитие и помогать развиваться другим. И как раз имеется для этого в виду первые две ступени — яма и нияма. Хотелось бы на них акцентировать немножко внимание и разобрать подробно. Итак, яма — это предписания, какие-то рекомендации, которые рекомендуют человеку, чего нужно избегать. То есть направлены на него самого. Какие это рекомендации? Кто помнит? Кто-то помнит, яма и нияму. Ну, давайте тогда потихоньку разбирать. Самая первая, основная — это Ахимса. Ненасилие. Нюби, да, это... Во-первых, они практически все перекликаются с остальными, вот так сказать, заповедями, да, во всех остальных религиях мировых. То есть во всех каких-то системах, какая бы система ни была, она в первую очередь, что практику советует? Вот соблюдать какие-то определенные вещи, благодаря которым ты сможешь себя адекватно вести. Первая вещь, Ахимса, она формулируется как ненасилие, в первую очередь, ну, в широком смысле. Конечно же, не убить, да, что приходит в голову в первую очередь. Это, естественно, самая, так сказать, крайняя позиция, да, не убить. Но момент, как раз, который мы там обсуждали недавно с вами, он относится не только к прямому убийству, да, допустим, чаще всего то, с чем люди сталкиваются в повседневной жизни, это относится к питанию человека, да, есть люди такие, которые вот едят до сих пор еще. Это мясо, там, или рыбу, вот. Вот к ним как раз очень хорошо относится эта яма, не убей. Может, конечно, человек сказать, что я, например, никого не убиваю. Я прихожу в магазин, там, грубо говоря, беру это с прилавка, там, или покупаю, там, шубу в магазине, я же никого не убиваю. Но, на самом деле, это не совсем так. Существуют общие для всего мироздания законы, и они... Мы описывались мудрецами прошлого следующим образом. То есть человек, который не только сам убивает кого-то, да, неважно кого, а тот, который и участвует, если брать, вот, когда убивают для питания, который участвует и в самом убийстве, и в, там, приготовлении, который продает, который покупает, там, и употребляет. То есть они все, кто участвует в этой цепочке, они совершенно на все равным образом безуответственности. То есть неважно, на какой вы находитесь, на каком месте этой цепочке. Здесь более-менее всего понятно. Хотя нет, есть еще момент. Можно рассматривать более широко это понятие. То есть не просто как не убить, да, а вред же можно причинять миллионобразных способов. Есть очень хорошая классификация поступков или каких-то действий на уровне тела, речи и ума. Вот на трех уровнях, может быть, тоже слышали. Например, на уровне тела, грубо говоря, да, это прямое причинение вреда какой-то физической, да. На уровне речи что это может быть? Как можно причинить вред с помощью речи? Оскорбления еще какие-то. Обман, да, это тоже будет вред, то есть по факту. То есть на уровне. И на уровне ума то же самое. То есть мы как бы внешне улыбаемся, а внутри такие, я тебя отомщу. То есть мысль проскользнула, энергия пошла за мыслью. И результат получился противоположный тому, что мы на самом деле хотели. Поэтому очень важно также контролировать свои мысли. Очень важно. И вот если брать вот эту классификацию, да, то в ступенчатую на уровне тела, речи и ума, очень важно ее тоже в комплексе соблюдать. То есть на всех уровнях стараться адекватно себя вести и стремиться к этому. Ну, с Ахимсой, значит, закончили тогда, наверное, да? Здесь с ней все понятно. Следующее — это правдивость. Она как раз и говорит о том, что нужно быть честным по отношению как к себе, так и к другим людям. То есть не стоит ни кого обмануть, никому давать какую-то ложную информацию или еще что-то. Какие здесь могут быть моменты? Здесь очень интересный момент. Это то, что не всегда может быть факт и истины одно и то же, да? Например, если… Есть хороший пример, когда лежит, например, тяжело больной человек, и подходит к вам доктор и говорит, ну, там человеку недолго жить осталось, да? И у вас есть два варианта, когда он к нему подходит, он говорит, ну как, что доктор сказал? У вас есть два варианта ему ответить, что, как бы, тебе немного осталось, и то, что все будет хорошо, все нормально. Что произойдет, если вы, как бы, захотите сказать правду ему, а что бы то ни стало? Ну, человек расстроится, скорее всего, и, может быть, даже ему от этого хуже станет, и последствия, соответственно, будут другие. То есть быстрее он и в более таким мрачном сознании он уйдет из этой жизни. Ну, это не очень хорошо. Поэтому в данном случае, например, факт и истины – это разные вещи. То есть вам лучше будет, грубо говоря, меньшее зло совершить. То есть сказать ему, что все нормально будет, то есть не переживай, то есть все будет хорошо. Но здесь очень тонкая грань, ее надо очень хорошо видеть, да, потому что, если вы, опять же, можете, опять же, исказить истину. А к чему ведет то, когда человек говорит неправду? К тому, что он искажает действительность. И потом вокруг него эта искаженная действительность будет работать. То есть, например, соврали сегодня вы, завтра вы окажетесь сами в такой ситуации. Вокруг вас будет дезинформация какая-то или вас кто-то обманет. То же самое получается фактически. То же самое работает закон, да. Не делай то, чего бы не хотелось, чтобы делали себе. Он работает как по отношению к человеку, так и по отношению ко всему миру. То есть если ты себя ведешь честно, как говорилось у нас раньше, живешь по совести, в ладу с природой, то и вокруг тебя все будет то же самое. Следующее. Астея и Апариграха. Давайте их рассмотрим в паре. Астея, соответственно, это не, если прямо в прямом значении, это как невравство, да. То есть или не присвоение себе чего-то, чего мы думаем, что на самом деле можем себе присвоить. Ну, понятное дело, что как раз нехорошо, и это все достаточно хорошо знают. Но чаще всего еще происходит такая вещь, что человек обычно считает, что он может взять от жизни все, и ничего ему за это не будет. И начинает это делать. Соответственно, начинает все к себе тянуть, несмотря на последствия. Жадность, в частности, да, к этому относится. То есть стремление как можно больше к себе стянуть материальный благ, да. Отсюда уже войны во все тяжкие пускаются. Там и украсть может, и обмануть, и еще что-нибудь. То есть благодаря тому, что человек перестает вот эту тягу к накопительству, прекращает, да. А ведь чем это опасно? Когда человек все стягивает на себя, во-первых, он тратит свою жизнь и энергию на это. И чтобы вокруг себя все это удерживать, тоже нужна жизненная энергия определенная. То есть если у человека там огромный материальный актив, да, он обязательно должен его поддерживать в каком-то состоянии. То есть здесь очень интересный момент. Есть очень хорошая пословица, автором которой приписывают Косьма Прутков есть такой. Ну это собирательный термин на самом деле. Будем считать народную мудрость. Она следующим образом звучит, что любое желание или любая возможность, она 90% своей привлекательности, любая цель, она теряет после того, как человек ее достигает. То есть человек бежит, бежит, рвет, 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 он достиг ее, и все, ему неинтересно тоже стало. То есть он это поимел, она уже остается неинтересна, потому что он достиг это. То есть его желание удовлетворено. Но благодаря тому, что человек жадный, он любит все на себя стягивать, скапливать, ему надо что-то с этим делать. Ему нужно это где-то хранить, защищать от других, что-то еще делать, чтобы он не пропал. Есть пять машин, нужны пять гаражей. Есть гаражи, нужны замки на них, чтобы их не украли, допустим, да. Или там есть там, не знаю, все что угодно. Но к этому надо во все это вкладывать энергию. И вы знаете, у человека просто вся энергия уходит на поддержание этого. В итоге оказывается, что это все остается здесь, человек уходит дальше. То есть в идеальном случае, ну что невозможно, конечно же, он никаких последствий не получит. Но на самом деле, как минимум, он растратит всю свою накопленную энергию. И куда он без нее платится дальше, это большой вопрос. А во-вторых, к тому же, за счет этого постоянного накопительства, накопительства даже, обмана там или еще что-то каким-то, как правило, не как правило, точнее, а часто, к сожалению, не вполне честным путем это все, не вполне по совести происходит, человек еще накапливает неблагу карму. И связана с ней по смыслу еще одна яма, это апориграха. Это значит, она советует вести себя так, что, скажем так, не думать, что все на самом деле принадлежит нам. То есть, когда человек думает, что все здесь принадлежит ему, у него какое-то эгоистичное отношение формируется к этому миру. То есть он считает, что это все нормально, да, то есть если это есть, я могу это взять, если что-то есть. А на самом деле нам здесь практически ничего не принадлежит. То есть какие-то, то есть весь сам мир, то есть дом, в котором мы живем, да, еще что-то. И это все существует вокруг нас благодаря тому, что кто-то позволил этому существовать, да, кто-то помог нам что-то приобрести, кто-то помог нам что-то сделать, кто-то для нас что-то построил, кто-то вообще нам помог, ну, это все сделал кто-то, кто-то другой, да, начиная от каких-то людей, да, каких-то, которые это все производили, и заканчивая там богами, которые выполняют определенные функции по поддержанию жизни в этой вселенной. То есть это все делал кто-то. И вот человек, считая, что что-то вообще принадлежит в принципе ему, он формирует у себя такое эгоистичное отношение к миру. А надо, рекомендуется, как бы понимать, что все это существует благодаря другим, и надо стараться быть постоянно благодарным кому-то за то, что вот это очень важно, иметь ощущение какой-то благодарности к окружающей среде, благодарности к людям и вообще к всему, что вокруг вас проявляется. То есть потому что проявляется это все именно для вас, для того, чтобы вы развивались, чтобы помочь вам жить каким-то образом. И человеку, в практику, надо стараться в соответствии с этой ямой так, чтобы он мог проживать эту жизнь адекватно. Вот такая вот интересная яма. И пятая яма — это брахмачария. Часто под ней подразумевается… Она у нас означает воздержание от… От чего? От растрата энергии. Чаще всего под брахмачарией подразумевается воздержание от какого-то полового контакта, от растрата сексуальной энергии. Что, например, сейчас очень сильно пропагандируется в нашем мире. Иногда просто едешь где-нибудь в общественных местах, в транспорте, в метро, и просто поражаешь, насколько некоторые вещи бросаются в глаза прямо. Я не говорю уже о средствах массовой информации или еще о чем-то подобном. Но, к сожалению, кому-то всегда выгодно получать от людей определенную энергию каким-то силам. Естественно, это все будет происходить согласно закону кармы, но если вы будете постоянно энергию тратить, то у вас, во-первых, не сможете развиваться совершенно. И эта яма нас как раз призывает. То есть прекратить, сминимизировать какую-то до минимальной возможной степени, или всем прекратить утечку энергии, на удовлетворение своих каких-то чувственных желаний, потребностей. Естественно, в первую очередь, конечно же, говорится о сексуальном воздержании, потому что это очень мощный расход энергии происходит у человека. Есть мнение, например, что довольно мощный источник расхода энергии. И плюс все остальное заканчивая самыми простыми желаниями. Там вкусно покушать, еще что-то. Как правило, это желание сверх меры происходит. И, как правило, на реализацию этого желания уходит вся какая-то энергия, которую человек имеет на данный момент. И часто в конце дня или после какого-то, не знаю чего, акта, после обильного застолья, человек чувствует себя опустошенным, потому что вся энергия у него ушла на реализацию этого чего-то. То есть он что-то желает, а желает на самом деле не совсем он сам. Он это получает. В обмен отдает свою жизненную энергию. Вот такие рекомендации. Прежде всего, они рекомендуются. То есть вы приблизительно представляете себе картину мира. Человек, чтобы занять практиками, совершенно понятно, что ему необходимо эти рекомендации обязательно иметь в виду и соблюдать. Потому что только так, с помощью, соблюдая эти рекомендации, он сможет адекватно свою энергию направить на развитие. И дальше второй ступенькой в восьмиступенчатой йоге Патанджале выступает Нияма. А если по-русски Нияма, то есть это Яма мы перестали обходить, а теперь как раз то, что отлично от Ямы. То есть Ямы — это те рекомендации, которые рекомендуется не делать. Нияма — это, наоборот, те качества, которые следует развивать Нияма. Первая Нияма — это чистота шауча, она называется на санскрите. Что нам рекомендует в соответствии с этой Ниямой соблюдать? Чистоту, разумеется, тоже будет интересно смотреть на трех уровнях. Само-своё понятно, что чистота тела, естественно, нормально вполне поддерживает тело в чистоте. То есть если у вас тело в чистоте, значит, есть какая-то поговорка, то есть, по-моему, не помните, то есть чистое тело, чистый ум, что-то такое. Ну, что-то связано. Это влияет, поскольку тело у нас влияет на сознание определенным образом, поэтому до определенной степени, до разумной, всегда нужно тело в чистоте. Более того, человек, когда занимается саморазвитием, и когда он адекватно живет по совести, у него с телом проблем меньше становится. То есть, в частности, в общем, меньше. Он становится и болеет, меньше становится, и само тело чуть по-другому функционирует и доставляет меньше проблем, в том числе и с его очищением, оздоровлением. Почему на трех уровнях полезно? Потому что еще очень важно, кроме тела, всегда помнить, например, то тело речи ум, да? То есть чистота речи тоже понятна. Сейчас тоже с этим, к сожалению, наблюдается не очень хорошая ситуация, потому что тоже русский язык взять, например, да? Очень много там слов-паразитов, чего-либо еще там, каких-то, какие-то буквы «о», например, да? Ее практически уже вычеркнули из нашей жизни, да? Есть, например, где-то сравнение, как изменялся русский язык, да? Сначала в нем было букв, знаков, много-много, очень-очень много, побольше, чем в китайском. Затем их стало мало-мало-мало, и сейчас их осталось сколько уже? 33 минус буквы «е», да? И минусы краткое. Как сейчас в интернете пишут? И краткое, и «е», и «е», оно все в одно, да? И надо даже смешно бывает прочитать. Слово без двух точек, да? Или без, я не знаю, свечка, оно приобретает совершенно другой смысл. Вот. Меняет смысл абсолютно. Кроме того, частота речи, она включает то же самое и свернословие, пустословие и все огрехи речи. Почему это важно? Потому что речь – это тоже наша энергия. С помощью речевых вибраций мы несем такую же энергию. И чем эти вибрации будут адекватней, да, гармоничней, структурированней, тем и вибрации будут лучше, и воздействие от вашей речи результат будет лучше. Считается, что раньше, вот, тоже, кстати, югу, говорили мудрецы, да и часто и не только в стихотворной форме они здесь снялись. То есть это высшая форма, как бы, вот, чистой речи. То есть люди не просто говорили в стихотворной форме, и это считалось нормой когда-то. Поэтому в писаниях иногда часто встречаются, да, если вы почитаете, что, допустим, идет текст, а потом идет, ну, то же самое, то есть, ну, в стихах. То есть тот же самый текст. Вот, часто это встречается в такой момент. И на уровне ума, естественно, тоже оно перекликается вот с ямой, которую мы обсуждали, да, вначале. То есть что на уровне мыслей тоже надо залезать чистоту. То есть избегать каких-то негативно-дурных мыслей, потому что раз мысль когда появилась, у нее все шансы есть воплотиться в реальность. И если вы будете, если он будет склоняться к этой мысли, чем чаще он будет к ней склоняться, тем больше станет вероятность, что эта мысль воплотится в действительность. То есть мысли наши материальные. И этому стоит тоже уделять определенное внимание. Вот такая простая анияма. Так ее можно понимать в широком смысле. Следующая анияма Шауча Сантоша. Сантоша. Она звучит по-русски в санскрите как удовлетворенность, довольство. Естественно, тоже очень важный момент. О чем она нам говорит? О том, что нужно быть всегда довольным то, что у нас уже есть. Мы в этот мир пришли не просто так, чтобы, как говорится, сытно есть и сладко спать, а с какой-то определенной целью. Как правило, это получить какой-то опыт, пройти так называемые уроки определенные. То есть здесь у нас есть прекрасный, великолепный, уникальный шанс в нашей душе пройти какие-то определенные уроки, получить опыт и пойти дальше затем, то есть развиваться. И мы обязательно должны этот шанс использовать. И в силу этого мы должны понимать, что все, что здесь, все, что есть вокруг нас появляется, это именно ровно то, что нам необходимо. То есть если мы начинаем хотеть больше, мы скатываемся вот в той яме, которая рекомендует не хотеть слишком многого. Это же, это не яма, она обратно подписывает. То есть перестань желать и вот займись вот этой не ямой. Попробуй осознать то, что вокруг тебя уже все есть, все необходимое. Более того, опять же, человек, который живет по совести, развивается духовно, вокруг него всегда будут нужны необходимые вещи появляться. Вот ровно столько, сколько ему необходимо для развития. Есть тоже этому очень интересные примеры. В основном... Ну, в общем, есть жизненные примеры, реально. Если человек, начиная хотеть сверху, он будет прикладывать сверху усилия и быть постоянно недоволен. И постоянно недоволен. Будет постоянно хотеть, хотеть ждать больше, больше, дальше. И он постоянно неудовлетворен, да, как в том случае с возможностью, да, он ей, то есть, получил это, и он уже недоволен оказывается, ему надо же больше, больше. А на самом деле больше не нужно. Ведь, по сути, если задуматься, человеку сильно не нужно много, чтобы функционировать, чтобы нормально жить. Однако, мы всегда недовольны оказываемся. Если у нас есть одно, нам надо два. Если у нас есть вот такое, нам вот еще вот в следующий раз, нам надо вот такое, потому что такого нам уже мало. А на самом деле этого вполне достаточно. Какой-то вопрос? В вопросах, как вот с этой неямой соотносится такая вещь, что, например, если человек на пути йоги стоит и идет нужной дорогой, то у него блага какие-то материальные, они его просто как бы не то, что ровно столько, сколько нужно, а много их бывает, то есть и денег там, каких-то возможностей появляются. Как это соотносится? Когда человек развивается, ему, как говорится, Вселенная помогает, да? Или на самом деле помогают боги, которые поддерживают эту Вселенную. В общем, смысл в том, что если к вам что-то приходит сверх, это значит, что… Это очень хорошо. Это значит, что у вас есть шанс воспользоваться чем-то дополнительным. То есть это вам как вспомогательное что-то дается, если приходит даже больше, чем вы ожидали. То есть вот само пришло. Если приходит больше, чем вы ожидали, чем нужно, это значит, что вам дается возможность еще больше использовать каких-то ресурсов, активов. А вот как вы будете дальше использовать? Это уже от вас зависит. То есть в данном случае, если вы стоите на пути саморазвития, и, например, у вас есть цель помогать людям развиваться, вы можете эти активы использовать для развития других. Ну, любую какую-то возможность, какой-то любой проект, то есть сообразно уже своим каким-то представлениям и своим возможностям. То есть их всегда можно вложить в развитие, как себя, так и вооружающих всего вместе. Это очень хорошо. А есть же такой план, да, то, что когда человек развивается, если человек нравится, он делает все правильно, в принципе, он из нищеты переходит в бедность, из бедности в достаток, из достатка в богатство, из богатства в роскоши. Да, это такая... Это, кстати, вот я хотел по этому же поводу, потому что сейчас когда-то говорил, добавить как раз. То, что здесь важно еще один момент. То есть это все не просто так. Это значит, что в прошлом вы создавали... Наверняка, скорее всего, трудились, например, на благо других. То есть у вас есть какой-то большой потенциал, и сейчас он просто проявляется. Благодаря вашей благой карме он проявился. Что это значит? Его можно двумя способами реализовать этот потенциал. Рибо если... Ну, неважно, не обязательно вы. Вот любой человек, который реализует ее в эгоистичных целях, он у него просто закончится. И в следующий раз этого потенциала уже не будет. И нам не придется удивляться, почему так все хорошо. Наоборот. Но если вы будете дальше вплавать в развитие, наверняка, если такое происходит, значит, уже у вас есть опыт такой. То в следующий раз он опять к вам вернется. То есть вам этот закон кармический, он будет вам помогать. И дальше. А если... Это нормально и закономерно. То есть... Если человек развивается, живет по совести, то ему будет дано согласно его заслугам. То есть... Развитие с первого расстыка. Да, да, естественно. А дальше уже, если человек будет ослеплен своими положениями или еще чем-то, да, и он начнет это... То есть с каким-то эгоистичным целем, то наоборот назад ступеньком пойдет. И причем часто очень быстро. То есть, например, люди, которые сейчас обладают очень большими активами, положением или еще чем-то, да, они же не просто так этим обладают. Не просто потому, что они почему-то хорошие. Или кто-то их выбрал хорошими. С чего бы это? А все потому, что они огромные усилия прикладывали в прошлом к этому. Они накапливали свою жизнь энергию. Много-много накапливали. А сейчас в очередной раз они просто немножко забыли, каков настоящий их истинный путь и откуда им это взялось. И с пониманием, что с этим делать, можно и дальше, в принципе, продолжать развиваться. И с материальностью все будет хорошо. Ну, не совсем все так в розовом свете. При развитии, естественно, проблемы будут определенные возникать. То есть, придется преодолевать свои же кармические ограничения. Но в целом, в общем, в целом, тенденция будет направлена дальше. Все нормально. А карму можно избавиться? Избавиться? Подстелить соломку. Ну, карма есть... Что такое карма, подразумеваемая под кармой? Фактически, она переводится как действие санскрита, да, вы знаете. Мы обычно, когда говорим карма, да, такая-то, такая-то, мы подразумеваем под ней последствия деятельности. Есть в писаниях понятие такое карма, например, как полностью созревшая, да, то есть та, которая сейчас сформируется, да, и которая сформируется в будущем. Вот на полностью созревшую практически уже никак невозможно повлиять, но можно проявление ее последствий с помощью практики немножко ускорить. То есть человек, который занимается йогой, занимается какими-то методиками самосовершенствования, он получает дополнительную энергию. И с помощью этой энергии он вот эту карму свою негативную, которая растянута будет на много-много времени, он ее сжимает и как бы немножко в концентрированной дозе получает. И с помощью вот этой энергии своей он ее может переработать. То есть методики у нас у всех в руках есть, как бы, они, ну, широкий спектр методик, в частности, вся практика йоги. Вот в чем отличие про текущего человека. Вот именно это мы имеем в виду, когда подразумеваем пережечь карму. То есть мы от нее не избавимся, просто мы можем ее быстро и эффективно сжечь, переработать. Аскезами или ситуациями? Да, да, именно аскезами. То есть за счет этой энергии, которую вы получаете с помощью практики. За счет любых ваших изменений. Естественно, да, самый первый инструмент — это аскеза, чтобы накопить энергию. Неосознанно, а кто-то осознанно это проходит? Ну, лучше осознанно это проходить. Неосознанно это может быть не совсем аскеза. Я ответил на наш вопрос? Да, спасибо. Это очень, да, интересный момент. И вот именно на это, в частности, направлены тоже практики. Поэтому важно заниматься. То есть таким образом, как бы, в кавычках, пережечь ее можно, да. И она просто быстрее истечет. Более того, параллельно с этим вы будете все благие предпосылки создавать. То есть это, получается, двойная польза сразу. Не занимаясь вы наоборот. То есть тем, что уже есть, ничего не сможете поделать. А вот как люди обычно только ходят и причитают, да, почему все плохо вокруг. Да сам виноват. Не дальше себе ничего сделать. А занимаясь наоборот. И что-то поделать, и дальше уже себе засеять благие семена на будущее. Дальше. Следующая нияма называется тапасия или тапос. Вот как раз в Росабаскезах. Это накопление энергии. То есть если у нас сначала была не растрата энергии, да, яма нам говорит, не трать энергию. То есть здесь нияма, она говорит, что нужно свое развитие направлять на то, чтобы развивать в себе качество или заниматься теми вещами, которые позволят нам энергию накапливать. Конечно же, с помощью аскез можно накопить энергию. То есть, допустим, точнее, не допустим, а как происходит в обычной жизни. Чтобы это сделать, человек нужно потратить энергию, да. И, соответственно, он ее постепенно тратит. Но источник этот как бы невозобновляемый. Точнее, про возобновляемую попозже поговорим. В общем, чтобы что-то сделать, нужна энергия. Вот эта энергия как раз и вырабатывается с помощью аскез. Это с одной стороны. То есть аскезы позволяют эту энергию не тратить, а скопить внутри себя и потом как-то применить. Для этого мы определенные ситуации. Например, терпение на коврике — это аскеза, да. Какое-то там терпение, ну, любое практически терпение, да. Причем терпение не просто, а то, которое какой-то результат принесет. То есть какой-то положительный. То есть, например, можно взять палку, да, и ударить себя по ноге, и потерпеть. Ну, кому-то это будет хорошо. Вам не будет хорошо. Не будет хорошо. Не будет хорошо. Кому-то этого будет. Никому это не будет хорошо. Это не аскеза. Хотя вы потерпели по факту, правильно? Понимаете, чем отличается аскеза? То есть аскеза, она приносит какие-то плоды. То есть она ведет так или иначе к каким-то позитивным результатам. И уже дальше эту энергию вы сможете расходовать. А если брать чуть шире, чтобы накапливать энергию, которая позволяет нам дальше двигаться, есть такое еще понятие, как благодарности. Кто здесь преподаватель, тоже точно с этим понятием сталкивались. Благодарности нам именно позволяют в дальнейшем, вот эта энергия благодарности, она нам позволяет в дальнейшем адекватно переродиться. Ну, ни больше, ни меньше. То есть человек, одно из того, что человек переносит с собой, благодаря чему он дальше может развиваться и дальше появляться в нормальных условиях, это как раз является энергией благодарности. То есть когда вы чем-то обмениваетесь с внешним миром, когда вы что-то делаете не для себя, в ответ вы получаете что? То же самое. И вот как раз то, что мы рассматривали, то, что это движение вверх постепенно. То есть как ты отдаешь, так ты получаешь. То есть ты помог кому-то, в следующий раз будет тебе непросто, тебе помогут. Вот это проявление энергии благодарности. Ты относился к окружающему миру соответствующим образом, да? Ты помогал другим, да? Ты делал что-то, помогал людям развиваться, делал что-то, не знаю, в целом, чтобы мир стал лучше. В следующий раз мир вокруг тебя будет тоже лучше. И до определенной степени это тоже важно. И здесь следует развивать в уме какой-то такой благой настрой, то, что... Или, например, в каких-то определенных практиках описывается. Давайте себе обещание, да, что вы будете стараться... Например, с утра просыпаетесь, и есть, например, какие-то вот такие практики, которые описывают... С утра просыпаетесь, например, говорите себе. Вот сейчас хорошо, что я проснулся, я живой. То есть все нормально вокруг. И сегодня я постараюсь прожить свой день эффективно. То есть что-то сделать для того, чтобы я сам стал лучше, чтобы мир вокруг меня стал лучше, чтобы другим стал лучше. И постепенно настраивая себя на такой благ... Ну, постепенно поддерживая в себе такой благой настрой, вы сможете тренировать себя же постепенно, чтобы соответствующим образом проживать жизнь. И накапливать благодарность. Вот такая Нияма Тапас. Следующая Нияма у нас... Это... Свадхьяя. На санскрите переводится как... Практически как саморазвитие. Мы уже как раз затронули широкую тему саморазвития. Но она... Эта Нияма нам говорит, почему важно саморазвитие. То есть у нас два варианта. Либо мы развиваемся, либо не развиваемся. То есть деградируем. Держаться на поверхности долго не получится по одной простой причине. То есть мы постоянно будем только расходовать. А расход, он конечный. Все рано или поздно-то на жизненной мерке она расходуется. И поэтому обязательно нужно, практикуя йогу, согласно этой Нияме, нужно постоянно заниматься саморазвитием. То есть стремиться... То есть не просто заниматься маслом на коврике для того, чтобы иметь здоровье, допустим, а заниматься какими-то духовными практиками, заниматься... читать соответствующую литературу, что угодно. Использовать любые инструменты, которые помогут вам дальше совершенствоваться, которые помогут вам поменять не только тело свое, но и постепенно изменить сознание, изменить уровень мышления, изменить мотивации ваши, направить их куда-то в более благое русло. Здесь нет предела совершенства, в принципе. Но нужно постоянно об этом помнить. Потому что каждое утро, когда мы просыпаемся, у нас начинаются какие-то новые заботы. Мы встали, побежали на работу, и начинают у нас крутиться дела, и, конечно же, мы про Нияму с Фалатхею забываем совершенно. То есть о том, что есть где-то какое-то саморазвитие, и о том, что неплохо бы помнить о том-то и о том-то, или постараться сделать что-нибудь. Мы вновь вовлекаемся в этот круговорот, который... На самом деле он бесконечный. Он будет постоянно происходить, вне зависимости от того, где мы находимся, находимся ли мы вообще тут. Он будет сам по себе, он будет всегда. И вот это неплохо тоже все иметь в виду. И поэтому хорошая мысль такая, что если мы проснулись утром, все нормально, не просто сразу бежать там и заниматься какими-то делами, а некоторое время создать у себя такой настой, что есть не просто жизнь, работа там и так далее, а есть какой-то определенный путь. и если постепенно ему уделять систематично время, то будете на него двигаться. Если не уделять, то не будете. Вот такая тоже интересная яма. Здесь важно помнить всегда, то есть для чего на самом деле мы здесь находимся. Потому что все остальные дела и обязанности никуда от нас не убегут, мы всегда их успеем сделать. но важно именно помнить, что не просто так мы здесь что-то делаем, живем, а для чего мы живем, и что нужно делать еще кроме того, что-то кроме того, что мы обычно делаем. Ну, желательно. Какие-то к себе прикладывать постепенные усилия по изменению самого себя. А, еще здесь важный момент. так же очень хорошо, точнее, очень полезно время от времени себя контролировать, да, вот в этом контексте. То есть делать ли вы что-нибудь вообще, то есть в какую сторону движетесь. То есть вся ваша деятельность жизни, все ваши поступки, то есть куда они вас ведут. То есть ведут ли они вас в сторону развития какого-то, ведут ли они вас наоборот в какую-то негативную сторону. Все время-то время останавливаются и смотреть, а каков ваш путь, а куда вы движетесь сейчас. А не вспомнить ли вам то, что вы забыли, или не скорректировать ли ваше поведение, то есть не занесло ли вас куда-нибудь в какие-то крайности или еще что-нибудь. Вот это тоже момент важный. И пятая Нияма. Ишвара Пранитхана называется на санскрите. Пожалуй, самым лучшим ее будет перевести образом, точнее, интерпретировать. Это как развитие, не развитие, а альтруизм. Вот как лучше все перевести. Либо, если чуть по-другому, развитие сострадания. Ну, что перекликается между собой, да. У любого человека есть эго. Та его часть, которая ему позволяет в этом мире жить. То есть, если вы, допустим, захотите стать сейчас прям супер стопроцентным альтруистом и сказать, что я ничего не хочу для себя, я не эгоистичный и полностью, грубо говоря, себя все жертвую, вряд ли что-то получится, потому что в принципе жить в этом мире, вот помните, мы с вами недавно говорили о том, что живя здесь, мы так или иначе какой-то вред наносим. Ну, в любом случае. То есть, что-то, за счет чего-то, за счет тех ресурсов, которыми мы пользуемся. Но даже если мы, мы только его стараемся минимизировать, даже если мы там уже отказались от всех погубных привычек, все равно так или иначе какой-то вред мы наносим. И эго – это то, что позволяет нам функционировать здесь, то, что нам позволяет жить. Наш вопрос о том только, чтобы двигаться к тому, чтобы его полностью, не полностью, а чтобы его максимально контролировать, то есть ввести его к тому, чтобы оно позволяло нам жить не больше того. То есть буквально его обуздать, взять под упряжку это эго. Это самый важный, наверное, момент. Потому что, как правило, люди, они не как бы не держат в своем гвузде, а наоборот эго их тянет. То есть не они его за собой, а оно человека за собой тянет. И вот куда эго его говорит ему, о, там, хочу вот это, хочу туда, или еще и все. Он такой, о, здорово, это круто, там, красиво, вкусно, модно, там, все что угодно. Вот это вот, эго, это вот гипертрофированная, такая преувеличенная часть. С одной стороны, она позволяет нам жить, да, мы, конечно же, мы должны заботиться о себе, мы должны заботиться какого-то в своем теле, должны заботиться там о том, чтобы мы более-менее находились в каких-то условиях, там, ну, чтобы мы могли выживать. Да, здесь вам эго поможет, нам всем, и оно помогает, само собой, мы, поскольку, поскольку. Но, оно принимает гипертрофированную очень форму, то есть оно это возводит как самоцель. То есть ты должен заботиться о себе как можно больше. То есть ты должен так заботиться о себе, чтобы тебе было супер хорошо. Вот. Это его основной аргумент этого эго. и сейчас это считается, много здесь считается повсеместно практически нормой. То есть, опять же, побольше, покрасивее, пошикарнее, повкуснее, поинтереснее и так далее. Подороже, да. Это все, вот это вот раздутое эго. Это же не яма нам рекомендует наоборот. Поскольку, мы с вами сейчас проговорили, яма не яма, да, ни к чему хорошему это не приведет в итоге. такое потребительское отношение к окружающему миру. Это не яма нам рекомендует наоборот. Взятие своего под контроль и развивать в себе не эгоистичные мотивации. То есть, чтобы нами двигало не желание сделать что-то для себя получше, побольше, получше. А наоборот, желание сделать либо себя получше, то есть, и себя получше, и другим помочь людям. То есть, опять же, направить всю свою энергию на развитие, а не удовлетворение каких-то желаний, страстей. Может, вопросы какие-то есть по яму-ниямам? Но самое главное, на мой взгляд, это, то есть, нельзя сказать, что я сейчас сяду и буду практиковать яму-нияму. Если вы пришли на коврик и начали делать асану, вы можете сказать, я сейчас приду на коврик и начну делать хатха-йогу, асану. Вот, нельзя прийти и сесть, я сейчас буду практиковать яму-нияму. И вот так вот сесть и практиковать усиленно. На мой взгляд, самое важное, просто постоянно об этом помнить. То есть, постоянно поддерживать в себе внимание и бдительность. То есть, с помощью внимания постоянно помнить, контролировать то, свои какие-то действия, мысли свои. То есть, постоянно быть на чеку, то есть, следить, а не увлеклись ли мы опять вот этой вот игрой эго, которая нас куда-то ведет, куда его направляют внешние какие-то разные факторы, а они его очень хорошо им управляют. То есть, эго очень хорошо ведется на разные вот, там появилось что-то модное, оно туда сразу, появилось что-то там, еще чего-то, оно сразу туда, мы за ним бежим. И можно постоянно быть на чеку, и помнить о том, что есть такие вот вещи, без которых невозможно адекватно эту жизнь прожить и дальше двигаться. Это может быть не так легко, но постепенно, постепенно, очищая и тело, раскрепощая, очищая ум, свое сознание, мы сможем позволить в себе больше думать вот об этих вещах, да, и наоборот, меньше думать о каких-то отвлекающих. Причем это можно делать всегда, это можно делать постоянно, для этого не обязательно уединиться в комнату, сесть с коричневыми ногами. Яма не яма, можно и нужно практиковать обычной жизнью, где бы вы ни находились, в любых условиях. То есть быть честным, быть добрым, хотя это может и очень нелегко быть в текущих условиях, да, когда вокруг вас, например, ну, на той же работе, все как бы только думают, как бы себе сделать. Вот это может быть нелегко. Просто обращая внимание об этом и пометуя о таких вещах, это можно делать постоянно везде, и как раз это и для нас и нужно, это и есть наш путь. То есть не как бы уходя в лесах, как бы не бросая ничего, вы можете реализовываться там, где вы находитесь, именно в том пространстве, в том месте. То есть, как говорится, еще от себя не убежишь. Или там, где родился, там и пригодился. То есть, где мы вот есть функционируем, мы там и должны изменяться, сами изменять вокруг пространства. Ну, тогда если вопросов нет, давайте дальше пойдем по ступеням йоги. В принципе, тема нашей лекции, они постепенно раскрываются в процессе. Третья ступень — это асаны, то, что мы делаем обычно на коврике. Асаны, конечно же, необходимы, очень нужны по простой причине. Поскольку мы находимся в этом теле, мы должны определенно его поддерживать в каком-то тонусе. более того, асаны в хатха-йоге — это проверенные веками, тысячелетиями способы тела поддерживать в адекватном состоянии и при необходимости раскрепостить и привести в порядок и так далее. То есть, связано это с тем, что помимо тела существует еще такая, понимаете, как энергия. Наверняка слышали все, что есть еще какая-то некая энергия. То есть, есть система каналов энергетических у человека в теле. Вот картиночку отдайте мне, пожалуйста, там, где с чакрами. А можно без бумажки, без зелененькой? А, ну пусть она будет. Может пригодиться. что-то есть какие-то определенные энергии, но, к сожалению, тут не та картинка. Здесь есть еще наш художник нарисовал очень хорошую картинку, там, где показаны сами энергии. То есть, у человека есть вокруг пять энергий. А к этой мы давайте вернемся тогда завтра, пожалуй. Возьми, пожалуйста. Завтра мы, когда будем говорить про питание, мы к ней вернемся, к этой картинке. Отдельная, конечно, большая тема, но с помощью асан, в том числе, мы можем влиять на энергетическое состояние свое с помощью тела. То есть, в каком-то определенном положении тело фиксируем, ведь кроме асан еще есть какие-то определенные методики, там, замки, там есть еще какие-то банхи и так далее, которые нам позволяют более эффективными их сделать. В общем, с помощью системы асан она специально разработана, чтобы помочь в теле движению этих энергий. проверенная методика. Она считается третьей ступенью. То есть, если человек более-менее живет по совести, более-менее представляет, да, то есть, что значит для него его, что значит вообще путь развития, то он и дальнейшие шаги его по ступеням и они будут приносить благо ему и окружающим. С асанами, в принципе, все понятно. Здесь самое лучшее объяснение может быть на коврике. Если вы занимались или еще не занимались, то попробуйте накопить собственный опыт и вы почувствуете, как работают асаны. То есть, для чего они нужны, когда, сколько их необходимо выполнять и какой от них эффект. Люди, как правило, те, которые уже протекуют какое-то продолженное время, они это все уже прочувствовали. Следующая ступень это пранаяма. Пранаяма это контроль управления праной. То есть, жизнь энергии, которую мы в том числе получаем через легкие. С помощью различных дыхательных техник пранаямы их очень много и они каждая используются специфически как инструмент от чего-то или для чего-то. Есть, например, пранаяма разные согревающие, охлаждающие, успокаивающие, возбуждающие и так далее. Они позволяют нам накопить энергию пранаяма. То есть, это дополнительное средство для накопления энергии. Если вам необходима какая-то дополнительная энергия для того, чтобы что-то реализовать, вот это нам помогает пранаяма. Самая простая пранаяма, которую мы сегодня практиковали апанасатихи наверное, они же одновременно и подводят нас к дальнейшим ступеням пранаяма. Они позволяют нам накопить энергию для того, чтобы идти дальше по следующим ступеням, которые мы сейчас проговорим. И поскольку техники пранаяма работают с дыханием, а что такое дыхание? То есть, дыхание это наша жизнь, считается. А пранаяма позволяет нам разные дыхательные техники взять повод управления это дыхание. То есть, сейчас у человека дыхание оно поверхностное. Ну, то есть, мы бегаем, где-то что-то делаем, дышим чуть-чуть в верхней части. В нижней части совсем ее не используем. Поэтому во время практики мы акцентируем внимание на том, что нужно делать полное йоговское дыхание, делать полный вдох или выдох животом, акцентируем дыхание на области живота. Вот специально для того, чтобы мы постепенно вспоминали, что у нас есть много большой объем дыхательный и мы можем весь использовать. Что будет в результате происходить в результате пранаямы? Мы будем усваивать больше праны. То есть, если мы так обычно дышим поверхностным дыханием, мы усваиваем сколько там, кто помнит, есть какие-то цифры, 10-15 процентов. Мы усваиваем кислорода хотя бы того же. То есть, с помощью, например, если мы имеем полное глубокое дыхание, полное йоговское дыхание, мы будем усваивать уже намного больше. Будем получать намного больше энергии только из дыхания. Более того, считается, что чем медленнее, спокойнее дыхание, тем сами мы спокойнее и тело спокойнее, сознание спокойнее, ум спокойнее. Поэтому есть методики вот та же Апанасадхи Химаяна, она нам позволяет такие практики. Они автоматически еще и являются средством постепенно такого контроля ума. То есть, мы постепенно успокаиваемся. И еще я слышал такое мнение, что чем человек медленнее дышит, тем он дольше живет. то есть, да, да, То есть, вот почему растягиваем вдох и выдох, да? То есть, постепенно ритм, ритм вот этот безумно замедляется, и он нам даже позволяет увидеть больше. То есть, когда мы быстро-быстро, то есть, у нас большая дискретность действий, да, мы быстро-быстро когда быстро дышим, да, когда что-то быстро происходит, мы можем не замечать много чего вокруг, но как только мы успокаиваемся, вокруг нас фактически вещи становятся быть более очевидными. пронема это очень мощная методика, и по восьмиступенчатой йоге она идет четвертым месте за асанами. Следующие четыре ступени, они нас подводят уже к более глубоким практикам, которые зачастую особо не трогают. То есть, в современной йоге, так называемой. То есть, человек просто приходит в зал, себя разминает, ну, в лучшем случае, там, он еще и парноямом подошел, получил дополнительную энергию, вышел из зала, что происходит с его энергией, она продолжает течь своим обычным руслом, вот, там, как на картинке, она продолжает вытекать через тем способом, которым она привыкла вытекать, к которому себя приучили. И все. В настоящий раз он опять приходит в зал, опять его там занимают, он опять себе поправляет немножко здоровье, да, после работы, грубо говоря, да, чуть-чуть ему полегчало, и опять дальше. Это может бесконечно, точнее не бесконечно, а конечно продолжаться какое-то время, если не захватываются дальнейшие развития. Ну, как раз, о его технике как раз и есть четыре дальнейшие ступени. Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна и Самадхи. Чем дальше мы будем продвигаться, тем о них сложнее говорить по двум причинам. Первая причина это то, что чем дальше становится техника, тем сложнее ее освоение, да, технически. и тем меньше об этом можно сказать, потому что технически сильно продвинутых из нас людей их довольно-таки немного. И второй момент, что чем дальше эта методика, тем в принципе сложнее языком сказать. То есть, например, последнюю ступень Самадхи ее невозможно объяснить с помощью, выразить с помощью рационального ума. То есть, ее можно только пережить. Это уже фактически это переживание. Оно по сути одно, но каждый его переживает на самом индивидуальном уровне. это тот опыт, который нужно получать самостоятельно. Но технически это говорит так. Протехара, пятая ступень. Она характеризуется тем, что мы начинаем отключать сигнал от органов чувств и направлять внимание внутрь все постепенно. То есть, это прекращение раздражителей внешних. это начальный начальный шаг подготовительный к медитативным состояниям. Дальше следующая Дхарана это концентрация. То есть, внимание направили внутрь и начинаем его, чтобы оно не рассеивалось, не растекалось на множество мелких ручейков мыслей. То есть, то мы о одном подумали, то про другом и так толком ничего не поняли. То есть, ум все еще бегает. Протехара его собирает в одну точку, фокусирует и на каком-то приобретении на объекте концентрации или медитации его собирает. То есть, мы максимально ум концентрируем, прекращаем разбегание мыслей в сторону. И как только это прекращается, как только это занимает устойчивое положение, а только ум перестал отвлекаться и сфокусировался точно в одном месте, наступает седьмая ступень Дхьяна. То есть, это полная сосредоточенность. Либо то, что называется подмедитацией. То есть, если мы садимся, например, сейчас с вами подышать в паранаяму или просто понаблюдать дыхание, мы ложимся в шавасану, это еще никакая не медитация совсем. Это мы просто пытаемся только концентрироваться. То есть, по сути, мы пытаемся на самом деле, это очевидный факт, это стоит признать, мы проходим протихару с вами. То есть, мы пытаемся, чтобы как минимум стук за стеной нас не отвлекал, как максимум всякие шуршания в зале, мы только пытаемся отключиться. Вот это реальность. Ну, можем называть это концентрацией и медитацией. Возможно, это мотивирует для практики. Звучит красиво. На самом деле, мы постепенно к этому двигаемся. То есть, мы постепенно формируем такую реальность. Пусть это называется так. Устойчивая концентрация переходит в медитативное состояние. То есть, это полная сосредоточенность на одном объекте неотвлечения. И только благодаря этому мы сможем проникнуть в суть объекта медитации. То есть, есть определенная разновидность медитации, например, аналитическая, когда мы полностью концентрируемся на чем-то, на проблеме, мы можем, дойдя до конца этой ступени, пройдя Дхарана и войдя в самадхи, мы можем целиком и полностью решить вопрос и познать этот объект и получать ответ на любой вопрос. И последняя стадия самадхи. Как пишется, есть несколько трактовок классических. То есть, это когда перестает быть субъект и объект, и остается одно. Очень туманная формулировка. Но, по сути, это как раз значит то, что значит. Когда вы перестаете отождествлять себя и не себя, что-то еще, субъект концентрации и объект концентрации. И вот только тогда наступает прямое постижение или, по-другому говоря, тот самый духовный опыт, к которому мы стремимся, в том числе занимаясь практиками йоги. Для чего-то. А как раз мы стремимся к этому опыту не для того, чтобы достичь какого-то эпика и достичь какого-то результата, а для того, чтобы найти ответ на какие-то свои вопросы. Вот именно это и должны являться цели. То есть, само по себе это состояние самадхи, оно не является чем-то конечным, каким-то полным просветлением или что-то. Это определенный инструмент. То есть, у вас есть вопрос, у вас есть проблемы, вы можете решить с помощью йоги. Совершенно точно, совершенно четко. И этот опыт, он вам и дальше будет помогать. То есть, он просто так не уйдет никуда останется с вами этот опыт в практике. И он вам дальше будет помогать. В пещеру? В пещеру, говорю, уходить не надо? В пещеру? Ну... Что в эти состояние самадхи? По факту нет. По факту нужно многое кармы иметь, кучу тапаса и большой опыт из прошлой жизни. Тогда вы можете хоть прямо сейчас войти в самадхи. Немножко. Совсем чуть-чуть. Вот такой вопрос. Если человеку удается вспомнить в текущей жизни свои прошлые воплощения, он в следующей жизни переродится с осознанием этого или нет? Не обязательно. Совсем не обязательно. Это обидно. По многим причинам. Это вам... Опять же, почему не могут вспомнить их все? В силу определенных причин. Во-первых, прежде всего, если была у человека карма, то есть, если он создал себе какие-то предпосылки, опять же, человек до этого практиковал, допустим, какие-то методики, которые позволяют ему достичь. Вот он из жизни в жизни их практикует. Конечно, он в следующей жизни с легкостью это вспомнит. То есть, если вы сейчас вспомнили в прошлой жизни, значит, вы в прошлом уже это тренировались, 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 и тут, наконец-то, вам удалось вспомнить их. Допустим, другой человек не тренировался, оленился, допустим, или чем-нибудь еще занимался. Ему будет сложнее уже это сделать, ему придется покорпеть немножко, и, возможно, когда-то он, если будет прикладывать усилия в этом направлении, он вспомнит. Но это тоже не просто так, то есть, опять же, не самоцель. Для чего? Это очень хорошо, на самом деле, вспомнить. Почему? Потому что таким образом мы еще одного важного момента сможем достичь. Вспомнить прошлой жизни полезно для того, чтобы понять, куда вы двигаетесь, в каком направлении. То есть, как правило, мы куда-то движемся, каким-то способом движемся. То есть, у нас есть какой-то путь. Благодаря этому у нас есть какие-то предпочтения в этой жизни. То есть, почему-то мы такие, а не другие. Почему-то мы любим то, а не это. Почему-то нам ближе вот это, а вот это мы не понимаем совсем. Это все потому, что вот это нам знакомо уже. И где-то у нас внутри у нас к этому возникает положительная оценка. А другой нам не знакомо. И мы даже можем, например, какую-то отрицательную оценку не иметь. А то, что нам знакомо, это значит, мы уже где-то с этим встречались. Либо, если это какая-то практика, мы уже практиковали, и у нас уже это легче получается. То есть, мы приходим, казалось бы, в первый раз, пусть на тот же коврик, и тут раз у нас какая-то асана сразу получается. почему бы, потому что мы уже эту асану до этого времени, например, как пример, практиковали. Или, допустим, какой-то навык у нас или умение, почему человек неожиданно кто-то может, а тут как бы простая вещь, он не может сделать. Потому что до этого он накапливал опыт именно в этой сфере. В принципе, можно и так по жизни анализировать, чтобы более эффективно понимать, к чему у нас есть склонность. Можно обращать внимание на такие вещи. но в прошлой жизни очень хорошо, конечно, вспомнить в этом отношении, чтобы понять, а как же ты на самом деле движешься, чтобы как тебе эффективнее жизнь свою эту прожить. А для этого понимания просто жизнь пригодится, пожалуй. Спасибо.